И всем привет, ребят, с вами Стройка, я сейчас записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике. Сегодня у нас на обзоре одно очень интересное устройство, которое у нас претерпело изменения, изменения в лучшую сторону. Сегодня мы вместе с вами будем тестировать устройство на рикошет, которое называется Berserk. Это то устройство, которое после того, как вы делаете килл, восстанавливает полностью баллон на вашем рикошете. Мне сказали, что это устройство стало очень и очень интересным. Ну и я спешу его вместе с вами протестировать, посмотреть, так ли это на самом деле. Реально ли это устройство стало каким-то супер жестким и балансным. Насколько оно, посмотрим, актуально. Ну и насколько вообще можно его хорошо реализовать в рамках нашего матчмейкинга. Так как вы знаете, что Гелиос у нас занерфили. И занерфили очень сильно. Нужно искать замену, если вы хотите играть на рикошете. Ну и мне сказали, что Berserk это отличный вариант, который нужно протестировать. Поэтому если вам нравятся подобного рода видосы, то обязательно не забывайте их поддерживать лайком. Ну и конечно же не забывайте подписываться на этот замечательный канал. Ну а мы вместе с вами пикаем быстрый бой. Взял я сегодня корпус Хантер, взял Гипериона. Не хочу разыгрывать дефолт с Кризисом, с каким-нибудь паладином. Хочется сегодня немножечко поэкспериментировать. Посмотреть, как покажет себя этот Berserk на дроне с полной расходкой и с корпусом, который наверное в матчмейкинге на сегодняшний день особо большое количество игроков не используют. Ну и заодно посмотреть, как вообще с этим всем раскладом работает сам рикошет с Берсерком. Насколько много урона вообще залетает с него. И насколько хорошо реально контролировать противника по баллону. Я бы сказал, что его не так много. Не так много, но он пополняется очень быстро. То есть если сравнивать его с Гелиусом, то Гелиус пополняется обратно очень-очень долго. А здесь восполнение баллона крайне быстрое. И это может быть очень интересно. Три кила за первый респ. Ну и старт довольно-таки неплохой. По дальности у рикошета сейчас проблем нету. Соответственно у нас есть возможность на постоянной основе плотно вкидывать урон по противнику. Ну и главное конечно стараться как можно дольше жить. Гиперион нам будет давать эту возможность. Ну и за счет всего этого будем стараться и киллы давать. Сейчас еще можно будет попробовать повывозить флаги. Если наши тиммейты увозить не будут. Так тут фриз с подавлением. Ну даже его мы набреваем. И то что баллон постоянно после кила у вас полный. То есть у вас появляется возможность играть на постоянной основе с полным баллоном. Так резист. Гром, скорпион, магнум. Гром, скорпион, магнум. Гром, скорпион, магнум. Два из трех у меня уже были одеты резисты. Неплохо. Что я вам могу сказать? Неплохо. Пока что по первому виду что я вижу очень неплохо выглядит. Это если учитывать тот факт, что я еще на гиперионе. То есть если бы я играл бы например на кризисе. То у меня бы урона было бы еще больше. И еще лучше бы себя начал бы показывать этот рикошет. Поэтому уже выглядит интересно. И когда-то подобным образом уже работал этот рикошет. И он был актуален в матчмекинге. Правда у него снаряды не летели с такой скоростью. Это было чуть помедленнее. И дальность у этого рикошета была похуже. Сейчас же есть и дальность и скорость полета снаряда. Что по итогу дает намного больше возможностей этому устройству на реализацию. И уж точно это устройство выглядит лучше чем Гелиус. Я вам скажу. Да Гелиус не сказал бы что может показать что-то подобное. Единственное только то что здесь надо стараться рассчитывать хп противника. И сначала бить не самые тяжелые танки. Хотя даже с таким пополнением баллона и с восстановлением. Я думаю что даже на моментах когда вы не сливаете противника с баллона у вас нет никаких особо проблем. Да то есть вы просто уходите на рез... Не на рез, а просто уходите на кд. Чуть-чуть пожидаете там 2-3 секундочки. У вас опять полные баллоны. Вы опять даете джазу на навальчик. Ну самое конечно удачное это если вы бьете средние танки. Сначала разыгрываете по ним урон. И потом уже пытаетесь добить кого-то потяжелее. Ну желательно конечно и чтобы по тяжелым танкам тоже урон залетал. Но это явно не тот берсер который был до этого. Это явно не тот берсер. И я думаю что мы даже после катки зайдем на википедию игры. Посмотрим что у нас там вообще по характеристикам поменялось. Потому что я немножечко не понимаю каким образом вот так вот с таким вот обновлением этот рикошет стал настолько крутой. Да потому что ну сейчас в моей голове это немножечко не укладывается. Потому что я вижу что это супер сильный рик. Прям вот супер сильный. То есть если от этого рикошета не будет резиста в матчмейкинге. То с этим рикошетом можно прям очень не кисло накидывать по противнику. То есть и баллон восполняется быстро. И за каждый килл у тебя полный баллон. То есть ты грубо говоря играешь постоянно на вечном баллоне. Если ты даешь килл то у тебя есть всегда баллон. Это как адаптивка на молот. Только здесь дпм в секунду по ощущениям еще больше чем у молота. То есть ты еще быстрее можешь уничтожить противника. Ну и здесь просто хоп хоп разыгровочка. Под контентового паладинчика и мы уже 6-0 ведем. Но я думаю что мы должны сыграть еще одну катку. И сейчас мы быстро закатаем. Потому что выглядит прям очень круто. Даже ну неожиданно для меня я бы сказал круто. Я как-то ну когда мне сказали что нужно протестировать этот рикошет. То что мол он крутой. Я думал что ну может быть он что-то может показать. Да знаете. Но тут прям выглядит не только что он может что-то показать. Он может прям дико нагибать по ощущениям. Да. 5,5 минут боя. И у нас 560 очков и 24 кило за катку. Ну выглядит прям очень хорошо. Прям супер хорошо. Было бы очень интересно посмотреть. Если бы меня запикало бы сейчас например. На какую-нибудь такую средненькую карту. Да. И в какой-нибудь там цп посмотреть. Что бы там бы я бы сумел бы реализовать на этом рикошете. Но вот меня закидывает на супер большую карту. Я вот думаю о том что мы давайте ее наверное даже перепикнем. Потому что здесь ну с такой комбинацией будет крайне сложно что-то сделать. Я хочу пикнуть цпшечку. Хочу посмотреть что там будет в цп. Крайне редко я вообще перепикиваю бои. В рамках видоса. Но на сегодняшний момент времени я 100% понимаю. Что в том бою такую комбинацию реализовать было бы очень и очень некомфортно и сложно. Поэтому давайте попробуем в цп. Мне просто интересно насколько сильно можно контролить противника под точками. Либо под респом с этим риком. Если здесь за полную катку можно будет набить где-то килов 60 или больше. То это 100% на дистанции супер сильный рикошет. 100%. Так 2 резиста от противника. Вернее у противника от нас. Это мало. Крайне мало. Ничего страшного в этом. Я вообще не вижу. От слова совсем. Главное что мы сейчас поймали хорошую волну с накидкой. Урона. И тогда пойдет движуха. Ну и желательно конечно накидочку эту давать по каким-то нетяжелым танкам. Так. Изида лечит. Какая-то Изида лечит. Так. У меня баллончик улетел. Попробуем сейчас с баллона унести вот этого молодого. Есть контактичек. Еще криты залетают. Шикарно. Дабл. Кильчик. Трипл кильчик. Так. Четырепл. Так. И пятирепл есть. Нормально. Пятерочка контентовая. Хорошо. Хорошо. Пятерочка вкусненькая. На заходе за минуточку. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю интересик. Так вот можно просто противника нарез посадить по ощущениям. Мы сейчас все эти точки контролировать будем. И спокойно. Прям максимально. Я бы даже сказал спокойно. Уработаем командочку. С полного баллона даже забираю викинга с прожатой аптечкой. Забираем еще одного. Ну и тут шафт меня отправляет на рез. Ну ладно. Ничего страшного. В принципе в этом нет. Резист от шафта я не хочу брать в рамках такого боя. Поэтому оставим пока что все те резы которые у меня есть на сегодняшний момент времени. Так. И есть здесь противничек. Вот здесь с 39% резом. Попробуем его накидать. Отлично. Ему пробитие насунули. Контролинг показываем какой-то. Да. Пока что все шикарно. Арейсика на бревайлова. Девяточка киллов уже есть в карманчике. Так. Шафтик выкатывает наверх. Его тоже мы быстренько на набревайлу делаем. Так. Ну и можно расстояние чуть поймать. Чуть поймать расстояние. Чуть накидать. Ну блин. Ну как же он сильно дает. Прям как-то я... Как-то прям даже ну неожиданно для меня если честно. Очень-очень много урона дает. Прям мега много урона этот рикошет дает. Да. То есть можно прям очень сильно троллить противника. При этом даже если случится такая ситуация. Что ты на своем баллоне проиграешь. Да. Момент. То есть ты не сольешь с баллона типа. Отжимаешь кнопку. Прячешься на пару секунд. И у тебя там за эти пару секунд уже практически полный баллон восстанавливается обратно. То есть в этом плане вообще нет никаких проблем. Ты можешь спокойно контролировать ситуацию на карте с этим рикошетиком. Да. И пока что мне нравится. Очень сильно нравится. Как он может себя показывать. Да. На дистанции по ощущениям. Это супер возвращение берсерка. Да. Когда-то этот берсерк уже был таким крутым. Но... Сколько времени прошло с этого. Да. Была у нас периодическая замена на гелиус. А вот сейчас... Походу... Берсерк... Это лучшее устройство. Ну как походу. 100% это лучшее устройство на рикошет. На сегодняшний момент времени. Это очень круто. Это очень достойно. Так. 80% овердрайва у меня есть. Попробуем сейчас его реализовать. Попробуем накидочку какую-то дать. По шафту можно что-то что-то накидать. Ой-ой-ой. Нифига себе. Сосулендрочка в спинку залетела. 20 киллов. 20 киллов за 4 минуты. То есть грубо говоря... Сколько мы можем с такой катки выжить? Где-то да. 70 киллов. Просто вот если без досрочки. 70. 60-70 киллов. На такой комбинации. Да. То есть без никаких кризисов. На гипериончике. С хантером. Да. То есть если я в этом плане бы сейчас бы использовал бы не хантер, а паладин. И не гиперион, а кризис. То по ощущениям это было бы еще жестче. Это было бы еще сильнее. Да. Но даже с такой комбинацией вы видите насколько легко все получается. Да. Вы и по противника контролируете очень хорошо, грамотно. Резистов от рикошета нету. В большом количестве. Почему? Потому что гелиус занерфили. Игроки начали брать резисты от других пушек. Ну а вы просто спокойнейшим образом контролируете ситуацию на вот такого вот устройства, как рикошет с берсерком. И все работает супер круто и закономерно. Поэтому что я вам могу сказать. Пробуйте. Тестируйте. Да. Может быть я немножечко не так эмоционально отнесся к этому устройству. Но катал я на нем сегодня в первый раз. Да. До этого я на этом устройстве не играл. И я вам скажу, что это очень, очень, очень сильное устройство, исходя из того, что я увидел на сегодняшний момент времени. Давайте зайдем, посмотрим, что здесь вообще написано. Перезарядка минус 25%. То есть ускоряется. Уничтожение восполняет 100% баллон. Минус 25% урона абсолютно не чувствуется. Минус 25% крита тоже не чувствуется. Скорость снаряда минус 50%. Ну, если честно, я бы тоже не сказал, что это чувствуется. Максимальное число рикошетов снаряда. Но это нам тоже не интересно. То есть за счет хорошей, быстрой перезарядки у вас есть возможность контролировать любого противника по безрезисту. Да, против резов я думаю, что это будет устройство не актуально. Но и резистов в матчмейкинге от рикошета на сегодняшний день уже берут намного, намного меньше. Потому что Гелиус занерфлен. А это значит, что уже игроки думают, что рикошет не нагибает. То, что он не актуален. То, что он ничего не может сделать. А на самом деле можно давать очень жесткого и плотного джазу. Поэтому попробуйте этот рикошет. Я считаю, что это, наверное, новая имба на эту замечательную пушку. Пишите, что вы думаете по поводу этого рикошета. Обязательно поддерживайте данный видос лайком. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал. Если вы еще вдруг не подписаны, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики. Ну и не забывайте про мой личный тег создателя контента, который находится в настройках игры. В аккаунте мой личный тег это тег Тимп. Установите его, поддерживайте меня и участвуйте в розыгрыше. На 1 миллион кристаллов и на 300 тысяч тангоинов. Все информации по розыгрыше есть в описании. У меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.